добрый день здравствуйте милым здравствуйте друзья у нас сегодня значит новый блогер в рубрике интервью с блогером мило проживает где в швеции да не в дании а где в дании это город селькиборг это недалеко от 2 по численности 20 километров от города охус это 2 очимости по численности города не после копенгагена далеко ли до копенгагена 400 километров ой то есть это приличника учитывая то что еще и через мосты так как в общем-то да не это островное государство составе дать 470 островов то конечно и дороги платные мосты платные так это не только в километрах приличненько еще и по деньгам народ к вам любит туда туристы какие-нибудь европейские любят зданию но смотря кто я думаю что в общем то может быть на просторах снг стран может быть не слишком как бы популярное направление за счет того что дания там и дорогая страна европы да вы что дороже швейцарии прям ну да мы в общем то наверное в одном сегменте но по-моему недельной такси рейтинг какой-то я видела и да нет сожалению дорогая страна поэтому особо туристы в том плане что это конечно же ну стоит денег ну конечно а те кто по странам северной европы ездят в круизы и страны это осло стокгольм и копенгаген конечно они приезжают чаще всего в копенгаген хотя не могу сказать что основная дания это вот как москва это не вся россия так в общем-то и копенгаген это не вся дания она очень разная и мне кажется что более настоящая такая колоритная атмосферная дания все-таки это пол ютландия очень много сохранилось объектов со старины есть на что посмотреть копенгаген конечно тоже богат достопримечательностями замками есть на что посмотреть но однако же это все пределах одного города когда ты ездишь по стране совсем другие впечатления но под дороги хороший ездить безопасно не не лихачно рот нет они вообще едят очень аккуратно это очень непривычно было после минска я самородом из минска очень осталось медленно они очень уважительны друг другу на дорогах они всегда пропустят если ты заглох никто тебя сигналить не будет ну за редким исключением в италии совсем вот пару месяцев назад совсем другое сигналы там прям такие гонки там такое у меня вообще сложилось впечатление что если ты пропустил машину вперед себя или там кого-то пропускаешь что ты как лог тут же тебе 10 машин сигналят то есть там вообще после италии начинаешь особенно чинить уважительное отношение в дании в италии еще начинаешь ценить когда интернет нормальный потому что если вы там захотите оттуда я ровно год назад как раз там путешествовал буквально там может быть было одно-два места где был человеческий интернет все остальное это было мучение но в италии что меня еще поразило вот в дании не знаю как в америке но здесь очень законопослушная все если там парковка такая то то все становится исключительно на парковку в италии где бы ты не приехал в какое кафе в ресторан они если нет мест на парковке паркуются прямо на тротуаре вот это мы были для нас после дании это было что-то такое странно но как можно стать на тротуар вот а у них это сплошь и рядом я как-то не не замечал может быть от местности зависит ну хорошо давайте мы про вас чё нам италия это господи это каждый может поехать в италию а вот мы про вас ночью как давно из минск то недавно значит так каким образом вы из минчанок пире ковались вот в датчанке но я таким традиционным образом я вышла замуж познакомилась в минске по работе с твоим будущим мужем ну и через два года мы поженились профессии то вас какая была я маркетолог я бизнес консультант то есть вы работали в иностранной компании или что нет я не работала на странной компании но он приезжал по делам а я в общем то тоже представляла интересы фирмы на одном из мероприятий это была конференция ну как вот он один раз мы с ним пересеклись второй раз и в общем то как-то сложились отношения так незаметно и все это можно сказать прям это приклеился к вам да вот я даже сразу не поняла но вот как-то тогда то есть я начале все мне говорят там посмотри да нет это просто он такой вот располагает как это у вас у обоих это первый первый раз вы в браке или это такой более сложная комбинация я второй раз браке и он тоже ну то есть вы уже как бы такие люди с жизненным опытом где детки есть у меня есть дочь 18 смотри с вами дочь да конечно так она освоила датский да она освоила датский датский кстати очень тяжелый язык язык кстати чем интересна да не уникальна тем что да не очень высокий уровень английского языка все население говорит свободно и поэтому облегчает на первых порах но с одной стороны облегчает с другой стороны конечно оттягивает вот эту вот границу перехода на датский язык когда ты если ты владеешь английским то тебе всегда легче изъясняться и здесь это не барьер то есть в магазине ну куда бы ты не пришел тебя здесь поймут поэтому если ты не знаешь английского с одной стороны ты быстрее переходишь на датский но если ты знаешь хорошо английский толком вот я смотрю по себе у меня как-то тяжеловато оттягивалась вот это вот момент мне как-то больше и я работаю на английском это мой рабочий язык и мне легче коммуницировать на английском языке вы продолжаете работать по маркетингу или что-то еще делается основная моя работа точно такая же бизнес консалтинг но теперь еще присоединились и посреднические услуги для тех кто хочет выйти на датский рынок кто хочет закупаться на датском рынке и к себе экспортировать то есть вот еще такие услуги сейчас оказывать но тут вы на кого-то работаете ли сами по себе да я открыла свою компанию бизнес и маркетинг коммуникаций здесь здание работаю по специальности сами на себя как бы работать но то есть вот допустим если если бы не доходы мужа можно было бы жить на такие деньги или так это все больше для настроения пока ну вообще в дании тяжеловато прожить на одну зарплату поэтому лучше когда в семье работают два человека потому что очень дорогое услуги очень дорогие поэтому вот давайте так например вот там где вы живете там в квартирах люди живут в домах в чем больше если ты конечно статусом повыше денег больше то престижнее жить в доме и если этот дом где-то на природе с видом на речку дом на природе с видом на речку на озеро допустим я не знаю такой небольшой там три 33 спальни там два санузла вот такого плана нет ни за какого там это происходит но вот сколько стоит такой дом если купить я думаю зависимости от удаленности от крупных населенных пунктов от двух до четырех миллионов мне кажется не отдать датских крон а почем нынче крона надо делить ну допустим четыре миллиона на семь с половиной это будет евро эквивалент на сейс по ну грубая 500 сейчас мяточка на 8 группа говорят а то есть 2 миллиона разделить на 8 это 250 тысяч евро ну я не знаю в америке вам намного дороже обошлось так не хотя зависит от местности конечно есть места где и божьбы жил бы столько же а есть места где вот у нас тут где мы живем так и раз десять дороже стоило но у вас видимо может какие-то свои там такие когда минимумы когда такие закрытые скажем а ареалы проживания такие территории закрытые вот там соседи близко друг другу может быть это подешевле у нас вот все дома которые я не знаю если брать такой вот ассоциативный ряд это это как хутора вот хутора где вот с видом на природу на речке вот они больше дороже всего мы проживаем недалеко от сельки борга сельки борг это национальный такой парк национально здесь заповедник озерный озерный край поэтому здесь очень красивая природа вообще в данне конечно с чем сравнивать со швецией то швеции природа конечно намного богаче и там сама местность она такая более гористая такая более пологая все равнинная поэтому не знаю все познается в сравнении хотя сама по себе дания тоже красиво датчане как люди вот так на но на бытовом уровне они добродушные открытые или наоборот закрытые мнительные подозрительно смотрят иностранцев как как вот они но вообще проблема всех мононациональных стран а дания там она на национальная страна что они очень долго раскрываются и не пускают к себе в комьюнити сложившиеся людей извне то есть они как бы по цепочке друг с другом знакомятся но так чтобы в общем-то с кем-то там на улице это не очень практикуется там или вдруг там пошел в кафе в ресторан на дискотеку они все равно кучку ютс одной средой в целом если брать допустим по работе я общаюсь датчанами если ты на равных вот как директора фирм они очень доброжелательные очень обходительные очень добрые в чем-то могут быть даже наивные но если это какие-то такие глубокие дружеские отношения которые в нашем понимании когда это очень тяжело сходятся очень много времени берет но вообще к иностранцам относятся настороженно дружелюбно улыбчиво но вот именно к близкому общению они очень долго давайте так заворотник заложить как они вообще пиво популярно в дании среди молодежи среди среднего такого возраста лет 30 35 особенно что касается пятницы или субботы посидеть в баре на они любят но я не могу сказать что я за пять лет видела много пьяных один раз я видела действительно пьяного в нашем понимании шатающиеся на улице но так вот прям чтобы но пиво это понятно все таки эта страна достаточно ну как скандинавская там прохладненько в целом зимой надо нет зимой как раз таки из-за гольфстрима вот это вот такое самое расхожее заблуждение что зимой в дании холодно нет зимой в дании тепло как раз таки здесь теплее чем в минске чем в москве здесь снежные такие но чаще всего дней 10 со снегом а так средняя температура я не знаю мини минус 5 это максимума на то есть фактически нет вот такой нет такой внешней обстановке шоп рюмочку там водочку какой-то пропустить покрепче покрепче уборг есть калсберг поэтому они конечно если гандбол любимый национальный вид спорта то конечно они всегда будут в барах вместе с пивом смотреть на матч и в общем то у них это называется хюги как это перевести но как типа уюта они очень любят уют у них есть если у нас допустим я по минску сужу у нас практикуют с друзьями ходить там в кафе встречаться молин еще куда-то у них а больше практикуется приглашать к себе в гости если эта компания уже сложился годами вообще очень network да не очень сильно имеет влияние то есть когда они вместе учатся и потом вот они формируют свой круг общения и они потом а очень как это сказать но закрыты для такого открытого общения с другими на близком уровне то есть они как бы все равно варится в том общении там они из гимназии идут в университет и в университетах у них свой круг общения дальше они идут на работу они могут там позвонить вот есть понятие там блат но это не совсем блат но вот network они друг друга знают кто как учился качество поэтому они легче ну скажем вот в да не очень важно создать свой круг общения чтобы был такой network когда если ты хочешь дальше развиваться и тебе было легче там менять тоже самую работу чтобы ты знал кому можно позвонить население это стране сколько 5 миллионов ну то есть можно сказать что не то чтобы вот каждый знает каждого но в общем-то схвачено то есть не спрячешься сильно то что такое 5 миллионов минске сколько народу в минске а в минске в минске чуть больше двух они то что разъехался народ из беларуси там наработку эти по за границам нет такого популярно вот я даже смотрю по дании белорусов не так-то и много чем много украинцев на втором месте россияне по численности согласно статистике тем недавно вместе четыре назад смотрелась вот но в беларуси нет не очень я вот вообще я честно говоря из моего окружения практически никто не уехал и не глядя на то что такая внешняя политика идет что в беларуси там плохо все зависит от того если но я например не страдала никогда недостатка не в деньгах не 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 и машина была хорошего класса люкс и гараж и дача но в принципе это все и есть сами поговорить на тему сжигание мостов вот давайте про сжигание мостов давайте пришло мне сегодня такое интересное письмо спросили у меня как я считаю вот человек собрался кстати в америку но вот почему-то смотрит и мой канал как он открывает несколько стран из-за того что ну green карта в дании тоже есть green карта но я не знаю что в конечном итоге он там выберет но спросил он меня про сжигание мостов вот кстати как вы считаете уезжая стоит ли сжигать мосты или все-таки нет есть это вы меня спрашиваете значит два типа людей значит одни люди у них эти мосты сожжены еще задолго до отъезда поэтому они фактически просто ну как сказать они репетриирует с фактически у вас собачка они они фактически репатрианты у них там ничего не осталось они просто уезжают куда-то где на самом деле они больше на месту второй тип мы это видим часто есть люди которые никуда не уехали то есть они сменили страну да но не в мозгах не ни в чем у них не изменилось ничего они не приехали в страну они как бы есть такая фраза приехать в америку вот ты можешь жить тут 10 лет но ты еще не приехал если ты определенные вещи не не умеешь не не делаешь не добился и так далее так вот есть люди которые в америке живут например и которые такое ощущение что они никуда не выезжали они лимитчики они не в америке они не люди которые переехали в америку чтобы жить в америке это лимита такая это не обязательно они они могут работать эффективно они могут быть на социале на в элфире как у нас называется значит и быть очень патриотичными американскими до мозга костей они могут работать но они могут оставаться вот тем кем они были это определяется я я не хочу глубоко в эту сторону залезать но мы скажем так страны имеют никто ликую доминирующая ментальность в америке одна в россии другая например америка страна индивидуалистической в америке там человек имеет свое мнение я про белоруссию не скажу а вот допустим в россии там те год вот ты что думаешь бы я как все я как все как там есть мы мы я я не что мы поэтому значит также что получается есть ментальность когда человек говорит я выполнил это вы сказали что они законопослушные человек говорит я следую закону не потому что мне нравится закон но потому что нравится следовать закону намного лучше чем жить в беспределе правильно это западная ментальность и и не вообще западный скажем это больше вот я бы сказал протестантские страны сша в частности да есть страны католические например там не так есть страны вот восточной европы там не так есть россия там тоже не так там люди предпочитают жить на самом деле они предпочитают жить в беспределе или там как по понятиям да все-таки понятие это тоже законно такой как бы уголовный они им без их устраивает беспредел они не видят ценности в порядке понимаете поэтому если человек ментально беспредельщик и он приезжает допустим в америку или в ту же данию его все раздражает его раздражает этот порядок его раздражает что нельзя черному сказать там же он черный в лицо его его раздражает что нельзя жечь костры в лесу потому что это частный лес понимаете и так далее так далее ему это не родное ну вот поэтому он может приехать куда угодно но остается тем кем он был а есть люди которые и там живут но законопослушная вот он в россии живет он законопослушно страдает от этого потому что не для него сделана эта страна он не может он не крутится он взятки не дает он ну как вот ему жить кажется что если у человека изначально на родине уже есть квартира машина некая такая финансовая состоятельность и он все же хочет попробовать работать или эмигрировать там по той же green card и мне кажется что хотя бы пять лет не нужно вот все это махом продавать почему потому что на расстоянии очень кажется иногда со стороны что я настроен настрой действительно очень очень много играет в эмиграции если ты чем больше ты настроен положительно и тема чем более ты гибкий когда ты понимаешь что ты не идешь чужой монастырь со своим уставом тебе будет легче жить и открыть для чего-то нового то все-таки бывает так что как-то обстоятельства складываются человек примере в страну на себя понимает но не мое и когда он это понимает как бы легче наверно отступить назад ну знаете мне кажется попробовать и примерить на себя и удовлетворить свое такое внутреннее эго это более правильный особенно в период такой вот глобализации в мире ну ты ж не дерево чтоб ты там рост бросался корнями в землю и не мог ничего предпринять и попробовал у тебя не получилось ты сделал свои выводы ты пересмотрел себя и пересмотрел отношения к своей стране ты пересматриваешь это все на расстоянии ты начинаешь цени то чего ты не видел на расстоянии вытянутой руки когда ты приезжаешь ты просто на контрасте видишь еще больше чего-то хорошего ты ценишь то что было то что есть но переоценка ценности однозначно найдет но когда человек все продает и он идет с другой стороны ва-банк в зависимости от характера видимо тоже может быть человек огромный стимул это такой как бы толчок ну вот без оглядки то есть расти социально в другой стране вот мне кажется что это как бы все-таки а зависит и от натуры такой человеческой и вообще посмотрела некоторые думают что вот меня там не совсем у меня там хорошо на родине вот я уеду в эмиграции новый старт жизнь с нового листа и у меня все получится возможно что действительно получится но мне вообще кажется что все зависит от личностных таких качеств человека если человек такой хватки и предприимчивый социально активный на родине как правило и эмиграции люди ищут себя что-то создают они более социально активны и нету такого ты приехал и боже мой его начать куда падать я вас слушаю меня много мыслей роится в голове потому что я где-то годы с 98 вот форумах вот таких и социальных сетях и я очень много диску вы видите сколько я дискуссии слышал на эту тему сколько я знаю разных людей там и так далее поэтому я бы вот что-то первое чтобы я сказал значит есть люди очень богатые очень они никогда не уезжают с концами у них остается там предприятие он менеджера поставил он может им руководить издалека там еще что то то есть есть люди у которых есть существенное хозяйство и в этом смысле они как бы они как бы и тут и там и здесь и в общем им это это одно значит есть люди те люди которые обычно вот на youtube канале у вас могут что-нибудь сказать или день форуме написать или там в мэри написать и вот это все их благосостояние нищенское понимаете нищенское у них ничего нет они нищие они относительно других нищих еще более нищих они себя почувствовали что у них что-то и у них вообще ничего нет мало того все что у них есть в один день вот так в никуда у них нет пенсии это люди которые должны спросить себя что я буду делать когда я достигну пенсионного возраста что со мной будет кто меня будет лечить почему я должен умереть на 15 лет раньше чем если бы я жил там в той же дании что 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 же такое то понимаете поэтому вопрос не в том что он сегодня относительно нищих живет может быть вот как-то он такой прям целые он никто и у него нет ничего и как только он это поймет не будет вставать вопрос продавать не продавать когда продавать за какие деньги продавать и так далее люди которые уезжали вот в наше время нельзя было продать квартиру вот у меня квартиру в москве было 2 комнаты с видом на москва реку хорошем месте и я не знаю сколько там она сейчас вот стоило или там когда стоило но вот она то не продавалась нельзя было продать кооперативными впрочем квартиру его нельзя было продать ну то есть вот за эти рубли которые там были поэтому и мы приехали у нас было тогда меняли 160 нет 100 152 доллара можно было поменять по курсу там 6 рублей за доллар а до этого за несколько месяцев было еще 60 центов за копеек за доллар ну не суть вот мы приехали у нас у нас было трое там ребенок 9 лет вот нам по 30 там 435 11 11 лет было дочери и 2 чемоданы 450 долларов кармане эти и и ничего страшного нормально все и не было не было вопроса продать не продать а может быть нам хорошо слушай 95 процентов населения страны сказали бы вы с ума сошли у них квартира в москве в серебряном бару так они у них машина у них дача под москвой у них бизнес свой куда эти сумасшедшие едут что они вообще тут но понимаете какая штука значит не надо те никуда ехать если это то о чем ты думаешь да сиди ты дома не едет никуда до тех пор пока до тебя не дотумкалась что лишнего дня оставаться нельзя до тех пор пока ты этого не понял дома сиди и не рыпайся никуда потому что ничего у тебя не получится потому что получится у тебя только когда ты отрезал пошел в новое состояние и вот начал там жить и сколько мы знаем людей в эмиграции которые я не хочу сказать что они материально успешны ни один не вернулся со всей своей материальной неуспешность он не хочет назад примете вот это вот то что отрезал вот этот вот такой рубеж это настолько важно я хочу сказать что я ехала у меня уже было было имя в беларуси то есть я была достаточно своей сфере известным человеком во вторых у меня две компании волну одну я продала холдинг через год менеджеры да конечно ты нанимаешь людей кто работает на тебя но все равно это я посмотрела на расстояние совсем не то когда ты сам и когда ты в общем то мне приходилось очень много мотаться и это очень сильно выматывает и вот это вот отрезать у меня где-то произошло через год вот наверное ты первое время осматриваешься ты не можешь понять твое не твое и какой-то момент ты едешь на родину и вот я хорошо помню тот момент когда внутренне я поняла что все таки вот да я готова переступить вот это вот линию отрезать и жить на две страны первый год было тяжело я еще умудрилась мне было страшно у меня ребенку было 13 лет мне было страшно такой переходный возраст сможет ли она она не хотела ехать она была у нее там друзья компания переходный период и я конечно переживала сильно и что я еще подумала еще ребенку заставила учиться один год экстернатом и мы ездили каждые пять минут пять пять недель сдавали экзамены теперь я понимаю что конечно это была очень большая нагрузка и зря я это делала но понимаю уже заднем задним умом потому что я вижу что мой ребенок хорошо адаптировался и ему здесь нравится комфортно и и любят учителя она поступила в гимназию что очень тяжело здесь сделать она вообще только получается два года и надо давать уровень датского языка за девятый класс она сдала на 12 баллов абсолютно максимум до 12 высокая и она ее вообще такие характеристики дали очень хорошие поэтому но мой страх я же рискую не только с собой она у меня училась физмат школе на базе нашего минского радиотехнического института вот я выпускная мои выпускные экзамены в школе это были когда-то много лет назад вступительные в радиотехнический то есть я могла это на то что называлось под лесной улице раньше да да там дальше немножко по улице чуть ниже там был справа завод промсвязь там был вот я на этот я на этот завод часто ездил в командировке после работал в цкб министерство связи в москве и там нашу продукцию изготавливали ну вот вы даже знаете да это самый центр но и вот я хочу сказать что пока мы не отрезать пока я внутренне не поняла что моё и мне здесь комфортно но все равно это должно наверно нужно вернуться это вот такая вот переоценка найти себя почувствовать почву под ногами но может быть я думаю кого-то раньше позже но все равно человек вернется на родину и самоощущение себя немножко меня и вы знаете что я думаю вот слушая вас есть сша это называется как бы виза двойного намерения dual intent рабочая виза когда человек приезжает на работу и он в принципе может предприятие может ему оформить грин карту а может и нет то есть не оформлять это такая виза которая предполагает что может захотеть остаться и вот я наблюдал большое количество людей вот на этой визе вот мне напоминает их переживания вот то что вы рассказывает что они приезжают они не в иммиграцию едут они едут поработать может быть они думают что они останутся по-всякому думают обычно женщины в этом смысле больше склонны к иммиграции мужики там меньше они так как-то но не суть и вот они и они работают и там проходит год и они думают надо навестить бабушку они этот весь год ностальгируют они оторвались от друзей и они с ними там skype там еще что-то это он едет на две недели и через неделю возвращается играть никогда больше не когда и вот значит с вами происходит такой же элемент как бы вы вы не ехали в иммиграцию вы ехали замуж вы и вы не отрезали ничего вы тут продали там издалека руководили там еще что то есть вы фактически жили на два дома и у вас вы не перешли черту еще будучи дома вы вы не отрезали еще там вы приехали вы смотрели вы не знали вы хотели попробовать вы не были иммигрантом в этот момент иммигрант это человек который едет с концами всяко бывает может сложиться так и может сложиться эдак и по всякому но иммигрант это человек который ментально уже отрезал да это про то что я и говорю что я не была одержима выйти замуж за иностранца вот поэтому два года тянулась вот это все я не так что там вот встретила и скок что мне лишь бы уехать и все-таки я как раз получила белоруссии 2009 году персону года и я достаточно так активно велась в общем-то свой бизнес и мне было комфортно в этом и я вот вот что называется да вот на две страны с оглядкой и мужа я тоже заявила причем сразу я сказала что я выхожу замуж за тебя не за страну и мне не понравится я уеду так что он первый год тоже был весь на иголках он не знал в конечном итоге что стукнет мне в голову но с одной стороны с другой стороны конечно я понимаю что может быть не совсем правильно но с другой стороны когда тебе есть что теряет наверное мое поведение было логично